Детский утренник Детский утренник Детский утренник Николай Иванович родился в 1932 году в Средней Азии. Родителей своих он не помнит, потому как отец Иван Константинович, командир эскадрона, погиб в 1933 году в бою с басмачами. Мать Евгения Васильевна, оставшись одна с двумя девятимесячными детьми, решила уехать на родину в Сибирь, но добралась только до Борисоглебска, где умерла от голода. Николай Иванович и его брата отдали в детский дом, где они воспитывались 9 лет. Началась война, и, как говорится, не было бы счастья, коль несчастье бы не помогло. В жизни Николая Ивановича случилось два события. Во время эвакуации погибает брат-близнец, и Николай Иванович остается один, потеряв последнего из своей семьи. Прибывших под читу детей из детского дома определяют по семьям, и по случайности Николай Иванович встречается со своей бабушкой, которая берет мальчика в семью. В 13 лет в ремесленном училище Николай Иванович обладевает четырьмя специальностями токаря, фрезеровщика, строгольщика и слесаря по ремонту заводского оборудования. В это время из Читы приезжает балетмейстер и набирает 40 мальчиков в танцевальный коллектив. В 1949 году коллектив едет в Москву на заключительный смотр художественной самодеятельности, становится лауреатом и получает приглашение в Берлин на Всемирный фестиваль молодежи и студентов. После Берлинского фестиваля, тогда же, в 1949 году, Николай Иванович идет учиться в студию известного балетмейстера Игоря Моисеева. В 1951 году Николая Ивановича призывают в ряды вооруженных сил, где на протяжении 12 лет он выступает в ансамбле Советской армии группы войск Германии. Получает первую свою награду за 10 лет безупречной службы. После службы в армии Николай Иванович трудится в разных танцевальных коллективах. Четыре года в Молдовском Жоке, четыре года в Рульском, в Русском Уральском Оре, два года в Волгоградском Пультпросветучилище. Параллельно создает свой ансамбль танца «Мечта», с которым выезжает в зарубежные поездки. В Жирнуск Николай Иванович приехал в 1983 году. 15 лет отработал хореографом в районном Доме культуры и 10 лет в детском саду «Золотой ключик». За это время прошло не менее двух тысяч учеников. Есть пять хореографов, которые пошли по стопам своего учителя. Это Печенова Лиля, которая создала два ансамбля в Центре детского творчества «Лидер и вдохновение». Бачкова Татьяна, преподаватель хореографии в Жирновском Педучилище. Басюткина Надежда, преподаватель в Жирновском Центре детского творчества. Капитонов Роман, преподаватель Калининградского курт-просветучилища. И Черкашин Эдуард, преподаватель хореографии Волгоградского Пединститута. Судьба Николая Ивановича очень яркая и не зря у нас в саду. Его называют «Человек-легенда». Объехавший чуть ли не всю Россию, побывавший со многими танцевальными коллективами в турне за границей, он имеет много наград и званий. Лауреат трех всемирных фестивалей, одиннадцатикратный лауреат международных конкурсов, лауреат премии Ленинского комсомола. Но сам Николай Иванович говорит о наградах скромно, не заостряя на них внимания. Да разве в них дело, говорит Николай Иванович, главный человек, его душа и помыслы. И это действительно так. Николай Иванович – человек необъятной души, очень скромный. Отличный семьянин, великолепный отец четверых детей и дед трех внуков. Очень любит детей, и дети тянутся к нему. Любит его занятия, любит танцевать. Занятие хореографией способствует физическому развитию детей. Совершенствуется координация движений, улучшается осанка, повышается жизненный тонус, что создает у ребенка бодрое и радостное настроение и благоприятно сказывается на состоянии организма в целом. А сколько энергии у Николая Ивановича, которой он щедро делится с сотрудниками. Любая идея, возникшая в голове любого из нас, тут же им подхватывается, обрастает его профессионализмом и воплощается в жизнь детского сада. Что греха таить? Ни один из нас не видел его хмурым, усталым, печальным. Он всегда подтянут, на лице сияющая доброжелательная улыбка и, конечно же, дежурная шутка, от которой становится как-то радостнее жить, работать, забываются собственные проблемы и горести. Оптимист по жизни, он может всегда прийти на помощь, дать дельный совет, и всегда у него в запасе бабушкин рецепт от многих недугов и болезней. Мы очень рады и очень гордимся, что такой человек работает с нами. И именно в нашем детском саду. Номер 9 «Золотой ключик». Мужичок с газеткой честной садой! Это нас, да Николай, журналисты! Мой учитель говорил, Игорь Моисеев, говорит, издевайтесь над собой, над своим телом, и вы будете всегда молодыми. Мы желаем вам, Николай Иванович, здоровья, долголетия, творческих успехов и поздравляем, поздравляем вас, поздравляем! Субтитры создавал DimaTorzok